Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли, вы на канале Мотохайкер. Итак, выехал я немножко на природу протестировать свою новую GoPro. Снимаю сейчас себя в 5К, монтировать буду, естественно, в 4К. Хочу посмотреть, насколько будет крутая картинка. Также я использую сейчас ND-фильтр на 32. Чтобы... Ну, в общем, ND-фильтр это must-have для классной картинки. Также сейчас у меня на стройках стоит линейный режим, то есть это как бы максимально киношный. Насчет стабилизации я надеюсь, что будет нормально. Стабилизация у меня сейчас должна быть не boost, но, думаю, для теста хватит. Так что если вот так какие-то вложики записывать в подобном формате, когда поеду в Норвегию, то будет, в принципе, нормально. Что касается звука, звук пишу я сейчас через радиопетличку, которая крепится у меня к медиамоду, и, соответственно, сюда поближе к роту. Со звуком тоже не должно быть проблем никаких. Вы посмотрите сейчас, в каком я замечательном, красивом месте. Это я сейчас тут на холме. Дорога сюда идет такая, ну, скажем, машины сюда не ездят. Поэтому мало, ну, можно проехать на мотоцикле, на велосипеде и пешком. Что, в принципе, классно. Поэтому здесь такая, знаете, нетронутая природа, нету собачников каких-то, потому что место лежит немножко, так скажем, в стороне от других мест. Так что тут вот посмотрим. Сейчас давайте прогуляясь, посмотрим, что внизу. Так, ну-ка. Вот, давайте сейчас вот так вам покажу. Тут, в принципе, как будто колея есть, значит, можно, наверное, как-то проехать. Но я бы не решился, потому что склон такой, я бы сказал, очень крутой. Камера, не знаю, передаст это или нет, но здесь высоко. Местность такая интересная. Сюда можно даже, если вот кто где-то, кто в Берлин едет, скажем, и хочет переночевать в палатке, как бы непосредственно рядом с Берлином, и вот уединен, вот отличная локация. Вот здесь, здесь сейчас нахожусь. Я не знаю, я когда в прошлый, позапрошлый год, по-моему, тестировал палатку, надо было сюда ехать. Но я тогда об этом месте еще не знал. Я перся хер знает куда, чтобы тупо протестировать палатку. Хотя можно, в принципе, это сделать легко здесь. Ну, будем знать. Век живи, век учись. Так. Классно. Я уже жду, не дождусь сентября. В сентябре у меня с 15-го числа официально отпуск, но план я получу буквально через 10 дней. Соответственно, у меня могут там еще перед 15-м быть несколько выходных. Соответственно, могу выехать и раньше. Просто надо уже заказывать потихонечку билет на паром, чтобы переправиться с Данией в этот, как его, блядь, в Норвегию, как он, Кристианзанд, город называется. Так что, время летит, и это радует. Ну, когда, естественно, ты собираешься куда-то ехать, оно не может не радовать. Да, классно. В этот раз, ребята, хочу немножко нормально поснимать, поэтому сейчас у меня две GoPro. Одна будет, как бы, ну, для видов шлема. Крепление тоже специальное под свой шлем заказал. Оно в пути. Поэтому, как придет, я его приклею и протестирую. И еще одна камера будет для других видов, скажем. Можно будет в бок снимать. Я, кстати, на кофре сделал крепление эти для GoPro. Можно в разные стороны будет их, скажем так, направлять. Потом у меня на козырьке, на приборной панели тоже GoPro, чтобы меня можно было снимать от первого лица. Ну, в общем, постараюсь поснимать получше. Возьму, опять же, вот эту петличку, микрофон, чтобы звук тоже был достойный. Чтобы было не стыдно, так сказать, запостить на YouTube, чтобы люди могли посмотреть и восхититься данным видосом, сказать, ёп, какой замечательный видос, Вилли, ты снял. Так что, вот такие вот дела. Ладно, не буду отнимать у вас много времени. Данный видос не несет в себе абсолютно никакой смысловой нагрузки. Это больше, скажем так, для меня протестировать камеру, посмотреть, как оно будет с ND-фильтром при таких условиях. Так что, вот такие дела. Все, всем пока. Блядь, хоть, ну, черкани. Кто досмотрел видос до конца, черканите хоть какой-нибудь комментарий, хотя бы там просто что-нибудь, смайлик, ёп, чтобы как-то немножко продвинуться, а то вообще канал умер. Ну, тут я, в принципе, сам виноват. Я долгое время на нем ничего не постил, поэтому, ну, может, ладно. Так что, будем это дело исправлять, друзья. Все, всем пока.